Декорируем поднос. У меня большой железный поднос, который я обработала грунтом, положила пару слоев белой акриловой краски, немного пошкурила, чтобы он был гладкий. А еще вот такая красивая салфетка. На ней большой узор, так что я буду наклеивать практически всю салфетку целиком. Но чтобы края ее не выделялись, я порву прямо по контуру цветочного узора. Вот так будет выглядеть. Теперь я займусь подготовкой салфетки. Как следует ее проглажу с одной и с другой стороны. Утюг у меня горячий, с паром. Наношу на салфетку с лицевой стороны немного лака из пульверизатора. После этого отделяю оставшийся нижний белый слой. Наверное, можно отделить его еще до обработки лаком, но я не рискую, чтобы не повредить красочный слой. Затем обрабатываю лаком еще, уже один слой и верхнюю и нижнюю стороны. Приступаю к наклеиванию салфетки. Тщательно, не пропуская ни кусочка поверхности, обмазываю поверхность клеем ПВА. Откладываю в сторону, беру два больших куска полиэтилена. Кладу салфеткой яркой стороной вниз. Добавляю немного воды. Салфетка, обработанная лаком, становится намного прочнее, но она все равно немного растягивается, поэтому лучше растянуть ее до того, как класть на поднос. Кладу сверху второй слой полиэтилена. Как следует расправляю. Снимаю верхний слой. Добавляю еще воды. Вы видите, я могу даже трогать руками. Все это благодаря тому, что она обработана лаком. Складываю салфетку на поднос. Расправляю ее через файл. Поверхность подноса неровная, поэтому салфетка, особенно по краям, сразу не ложится без складок. На самом деле складки здесь неизбежны из-за особенностей поверхности. Нужно просто постараться вывести их за края узора, чтобы они были на фоне. Мы потом с ними разберемся. салфетку на поднос. Салфетку на поднос. Складок на самом краю не избежать. К сожалению, когда я поворачивала поднос, в одном месте большим пальцем оторвала половину листочка. Но я его позже дорисую. После того, как поднос полностью высох, обрабатываю его лаком. Делаю 5-6 слоев, давая каждому подсох. После того, как все они высохнут, образовавшиеся складочки затираю наждачной бумагой. Я тру и проверяю пальцем. Дефекты пока все равно будут видны. Главное, чтобы они не чувствовались на ощупь. Теперь приступаю к подрисовке оторванного листочка. У меня есть еще одна такая салфетка, поэтому я взяла ее как образец и рисую, ориентируясь на нее. Обязательно необходимо наносить краску за границы салфетки, чтобы границу не было видно. Подрываю готовый листочек лаком. Теперь дорисую фон. Я подготовила краску примерно такого же цвета, что и фон салфетки. Наношу с помощью спонжа. Вокруг подрисованного листочка использую ватную палочку, потому что здесь нужно сделать очень аккуратно. Когда краска высохнет, мелкой шкуркой удаляю неровность. Смахиваю образовавшуюся пыль, смывая водой. Теперь той же краской, но с добавлением воды, я подкрашу места, где явно выделяется полисность, которая образуется при использовании спонж. Окрашиваю край поднос. В начале я решила нарисовать узор на фоне, но он мне не понравился, и я потом его смыла. Так что вы тоже можете экспериментировать, пробовать. Все неудачное всегда можно смыть или закрасить. Главное то, что получилось хорошо, зафиксировать лаком. Я подготовила примерно те цвета, которые есть на самом рисунке и окрашиваю в несколько слоев фиолетовым, сиреневым, желтоватым и бежевым. Оставляю подсохнуть, а потом рисую вновь. Я люблю всегда подрисовывать несколько приемов, тогда цвет получается сложным, глубоким и красивым. Немного подрисую вокруг контуры цветов, чтобы их чуть выделить. Здесь я использую очень слабый цвет. Покрываю лаком всю поверхность подноса. В процессе работы немного его поворачиваю по цветам, чтобы увидеть возможные необработанные участки. Добавляю лаком всю поверхность подноса. Примерно теми же красками и по тому же принципу, но более широкой кистью окрашиваю обратную сторону. Покрываю лаком, покрашиваю самый край. После этого я покрыла поднос еще несколькими слоями лака с обеих сторон, чтобы защитный слой был как можно прочнее. Поднос высох, теперь он готов к использованию.